Ребята, а кто-нибудь из вас слышал рассказ «Волшебник изумрудного города» или «Волшебник из страны Кос»? Это очень поучительная история, которая рассказывает о том, что мы часто имеем то, о чем мечтаем и даже об этом не догадываемся. В мою страну ураган занес маленькую девочку-собачку. Я была очень напугана и хотела сделать все, чтобы вернуть свою дочь. Когда я увидела Элли, была очень рада познакомиться. Узнав, что Элли и Татошка хотят вернуться домой, я решила им помочь. В «Волшебной книге» сказано, что маленькая девочка, принесенная ураганом, сможет помочь исполнить три волшебных желания тем, кто в них нуждается. Если она это сделает, то «Волшебник изумрудного города» будет, исполнит ее желание. Но для этого им нужно было пройти сложный путь, на котором мы ждали испытания. Первым, у кого встретились в отеле, был персонаж, которого вы видите. Как вы думаете, кто это? Сонный человек. Ну, кто это? Сонный человек. Кого мы ставим на голову? Угол он делал. Угол он, Страшила, это был. Как он похудел? Оказалось, что Страшила, так его звали, набит соломой и не имеет мозгов. И самым заветным его желанием было, конечно же, получить мозги, потому что он всегда все путал и забывал. Ему это очень сильно не нравилось. Элли узнала его заветное желание и решила ему помочь. Она пошла в Гудвину, в который вы смогли исполнить желание. Но на пути оказался узкий проход, который можно было пройти, только правильно выполнив задание. Этого задания сложить фигуру. Друзья, давайте вместе попробуем выполнить задание, тогда я буду уверена, что Элли и Страшила точно с ним справятся. Сан-Грамм играли на уроках, знаете, что это такое? Конечно. Вам нужно из-за 7 фигур сложить одну большую. Я даю подсказку, что одна большая фигура это квадрат. Из тех фигур, которые у вас есть, нужно сложить большой квадрат. И вот, я думаю, что это очень красиво. Внимание! Я вижу, что у вас с больным перемышлением все хорошо, и вы помогли Скрашиле получить поздравительное желание и вскровенность. Но раз вы опять с этим справились, я уверена, что не только Элли, но и Скрашила точно так же справились. После того, как Элли и Скрашила выполнили задание, они отправились дальше в путь. И через недолгое время в глухом лесу они услышали стоны. Заглянув в чащу, они увидели странное создание. Харк, вы думаете, только... Правильно, это был железный дровосек. Рассказав железному дровосеку все об их приключениях, Элли обрадовалась, когда узнала, что у дровосека тоже есть заветное желание. Он был сделан из железа, поэтому всегда хотел иметь сердце, чтобы обладать чувствами и интуицией. Тогда Элли и Скрашила предложили дровосеку пойти с ними к великому, ужасному гудлину, чтобы тот дал дровосеку настоящее сердце. Но для того, чтобы выйти из лесной чащи, им всем нужно было пройти лабиринт. Ребята, давайте попробуем выполнить еще одно задание. Тогда я еще больше поверю, что моя Элли и Скрашила справиться с ним. Это наш лабиринт. Каждая команда, каждый участник команды по очереди подходит. Начало у нас лабиринта с этой стороны. Выбирает любой квадратик, переворачивает его. Если он пустой, значит путь это неправильный. Переворачиваем назад и переход к следующему. Если команда угадывает и находит на квадратике с другой стороны, что так, она имеет право делать следующий ход. Понятно задание? Можно я? Можно. Выбираем любой квадратик в первом ряду и переворачиваем. Смотрим. Пусто? Следующая команда. Лиза. 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 Пусто? Пусто. Ваши инфляции. Только не пицца. Это же квадрат. А то я тебя знаю. Вы только запоминаете, какие уже открываются. Какой? Какой? Пусто. Нет, нет, нет. Вот, да. Давай. Да. Умай. Дальше. Дальше. Следующий ход. Не стой. Сниматом, у вас еще один. Ну, соответственно. А мы можем с двадцать в середине сюда попасть? Мы либо идем прямо, либо направо, либо налево. Логично, если вы с первого ряда уже все открыли, куда дальше идем? Давай. Здесь. Ой-ой. Дальше ход делаем. Едино-класса. Пусто. До свидания. Следующая команда, две клетки у вас уже открыты. Вы же получите, хотите кто-то входит? Да, я. Мы можем сразу туда идти? Леша, мы можем с этой клетки у нас туда идти? Мы идем либо прямо, либо направо. Он уже открыл, значит только мотай несколько раз. Логично. Где логика? Нет. 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 Вы дорожку выстраивали. Дальше. Он должен сжать крюк. Переходите по подпадателям. Лево, 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 лево. Лево, лево, лево. Лево, лево. Взять. Сигним. Переходите. Не будет не уважать. На них наступать можно. Пусто. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok